Я Никитин Данил Сергеевич, старший стрелок, Тверская область, город Нелидово. Сколько лет? 25. Как по плаварной? По мобилизации. Товарищ приехал ко мне, говорит, меня военкомат вызвали. Я с ним пошел, мне спросили, а ты кто? Фамилию сказал, мне сразу тоже повестку дали. В Тверь, привезли сначала в Тверь на Бобково, там военская часть. Мы там где-то неделю-полторы, наверное, неделю-полторы побыли там. Нас перевезли в юбилейном, там формировался полк 1009-й. Это стрелковый полк, да. Нас два раза на полюбом свозили и все. 22 октября мы уже на Украину приехали. Троицкая, Луганская область. Это Валуйки, Россия, граница и сразу Троицкая. А там привезли в лесополос у нас. Сначала жили в палатках. Потом строители приехали, начали нам для ячеек копать. Путь сообщения выкопали. Вагончики начали нам по взводу делать. Первый, второй, третий взвод. В вагончиках жили, ячейки колотили. Семь месяцев мы там прожили, да. Потом мы через семь месяцев, 22 мая, мы уехали оттуда. С Троицкого. Поехали в Брянскую область. На границу с Украиной. 8 километров, если я не ошибаюсь. Туда мы приехали с товарищем. Выпили и нас военная полиция забрала. Мы в ночь пробыли военной полиции. На следующий день нас забрали обратно в подразделение. Дня три мы там еще в подразделении побыли. Нас командир батальона отправил. Сказал, что едете в девятый полк. Сказал, как формируется девятая. Это новая часть там. Вот мы поехали. Нас привезли в Курск. Ну, с Брянской. В Курск. Мы в Курске сейчас побыли. Нас в автобус посадили. Привезли. Мы, опять же, также в Валуйке. Заехали в Троицкое. И от Троицкого в Зайцево. Там военная полиция. Вот. В военной полиции. Там два дня отбыли. И нас отправили сюда. Ну, мы приехали. Как бы шторм мы тут уже был. Нас привезли в Зайцево в Ирмино. Часов в десять, в одиннадцать часов. Ну, уже темно было. Мы до четырех пробыли в Ирмино утро. И поехали в Солидар утром. Приехали в Солидар в подвал. Нам дали бронежилеты, каски, автоматы. И отправили вот в Берховку. Приехали в Берховку. Посадили в окопы. Назвали точки, куда мы пойдем. И в четыре утра вот мы... Это, в четвером выдвину... Мы в четвером и проводник выдвинулись на... На точку, где вот мы стояли. Просто шторм, говорили. Не за... Наш шторм, он просто из... Штрафников, которые... Ну, не из тюрьмы, а просто... Кто за косяки, короче, туда попали. Нам задача была... Вот на позиции поставили, чтобы... Не прорыва ДРГ было. Ну, чтобы десант-разведывательная группа не прошла. И... Координировать, откуда вот работает танк. Откуда миномет там работает. Вот эта вот... Наша задача была. В моем блиндаже четверо было. Там два блиндажа, по два человека в блиндаже маленькие. А дальше... Дальше я не видел. Туда дальше я не ходил. Вот наша нижняя губа. Вот тут болото. И вот тут верхняя губа. Стояла 200-я бригада. Там и эти... В 200-й бригаде еще вот заключенные, Которые с тюрьмы тоже у них будут, я слышал. 4-го июня нас завели. Присидели мы там 18 дней. По 22-го июня. 22-го июня нас ротировали. Поменяли. Отвезли в Попасное. 6 дней мы в Попасное отдохнули. Обратно на эту точку нас вернули. Ну... Ну, ротировали обратно. Потом начался... Пришли... Ваши люди, да. Вот начали стрелять. Вовка начал стрелять из блиндажа. Я... Да немного пострелял там... В дырку. Потом Вовку задухсотил. Убил. Потом... Я пацанам говорю, пацаны, давайте сдаваться. Потому что... Ну... Лучше сдаться. Лучше сдаться. Я крикнул... Мужики, я сдаюсь. Не стреляйте. Они сказали поднять руки и выйти. Вот я поднял руки и вышел. Вот так вот я сдался в плен. Остальные меня забрали одна группа. И двоих другая группа забрала. Один контрактник, я знаю. Один мобилизованный. Мобилизованный. Они как бы... Оторвали, грубо говоря, от дома. Кому это понравится. Все... У всех... Семьи. Со мной хорошо относятся. Очень... Никто не бьет ничего. Все хорошо. То, что там кто-то... Когда-то что-то там говорят. Слуки там, что как относятся. Нет, это вранье. Со мной относятся хорошо. Быть живым. Вернуться домой. И не попадать больше сюда.